МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Итоги работы и плана на будущее. Председатель городской думы Антон Ульянов провел пресс-конференцию. Строительство продолжается, когда откроют новую школу на улице Зорге. Для братьев наших меньших общественная организация зато верный друг получила преддвергский грант в размере 1 млн. рублей. Далее расскажем по всем подробно. Плата за вывоз мусора, перебой с поставками вакцины от коронавируса, реконструкция школьных стадионов. Председатель городской думы провел пресс-конференцию, на которой подвел промежуточные итоги работы в этом году, рассказал о планах на будущее и ответил на вопросы журналистов. На встрече с Антоном Ульяновым побывала и наша съемочная группа. Шесть заседаний, более 20 решений. Таковы промежуточные итоги работы городской думы 7-го созыва в этом году. Перед небольшими импровизированными каникулами народных избранников председатель представительного органа власти Антон Ульянов собрал журналистов, чтобы рассказать о самых значимых событиях и обсудить волнующие многих темы. Например, речь шла о ситуации с вакцинацией от коронавируса. На этой неделе горожане столкнулись с тем, что их записи на прививку отменили. Оказалось, есть перебои с поставками. Большой вал желающих сделать прививку у нас в городе. С одной стороны, это отрадно, с другой стороны, это мощная нагрузка на вот ту систему, которая у нас есть. Руководство города, руководство ядерного центра. Работаем по всем направлениям. То есть мы стараемся получить вакцину и по линии госкорпорации, и по линии региона. И то тут урвем, то тут урвем. По тысячу вакцин, по 900 вакцин, значит, будут приходить. Еще одна тема – мусор. После внедрения мусорной реформы посыпались обращения от горожан, недовольных работой регионального оператора. Больше всего вопросов вызывает схема оплаты за вывоз ТКО. Напомним, в Нижегородской области действует норматив, который рассчитывает, исходя из площади помещения, а не числа проживающих. Отсюда и вопрос, кто мусорит – люди или квадратные метры. Мы выходим с некой инициативой, и мы как раз вышли с ней некоторое время назад, чтобы изменить формат сбора платы граждан за вывоз мусора. Не с квадратных метров, а с людей. Вот эта ассоциация муниципальных образований разослала во все муниципальные образования Нижегородской области наши предложения с просьбой откликнуться и выразить свое мнение. Несмотря на то, что глава многих субъектов согласна с позицией Сарова, правительство и губернатор пока не идут навстречу. Мотивирует это в том числе и социальной справедливостью. Например, если будет принята новая схема оплаты, пострадают многодетные семьи. Однако сейчас платежка больно ударяет по бюджету одинокопроживающих пенсионеров. Они платят за вывоз своего мусора из 50-метровой квартиры ту же сумму, что и молодая семейная работающая пара. Необходимо, по мнению Антона Ульянова, провести ретроспективный анализ и проработать новые механизмы. Кроме того, рассказал председатель городской думы и о ситуации с детским садом. Улыбка. С 2020 года там идет ремонт. Пытаются заделать трещины в стенах. Нас подводят подрядчики. В рамках законодательства о закупках приходят в город подрядчики, которые не знают ни специфику города, которые здесь и не были никогда, и не понимают, как устроен наш пропускной режим. Потом просто бросают все. Вот сейчас опять мы находимся в этой ситуации, когда все работы приостановлены, потому что очередной нерадивый подрядчик просто отказался делать. Но администрация непрерывно занимается этим вопросом, поиском. Но до 1 сентября ремонт точно не закончится, и сроки окончания работ никто не называет. В своем докладе Антон Ульянов затронул вопросы реконструкции школьных стадионов, благоустройства Северного парка, создания такси для людей с ограниченными возможностями, развития общественного транспорта и многие другие вопросы. Запись его пресс-конференции смотрите в рубрике «Без комментариев» на Саров-24. Продолжается строительство новой школы на улице Зорге. На каком этапе работы на объекте, когда его зададут в эксплуатацию, и как скоро учебное заведение откроет свои двери для юных саровчан? На эти и другие вопросы журналистам ответил подрядчик и представитель администрации. Подробности в следующем репортаже. В начале строительства 11-й школы в Сарове шло с опережением графика. Существенно затормозила работы на объекте пандемия, а также сложности с финансированием. Сейчас основная задача стройки – решить вопрос проектной документации и пройти государственную экспертизу. Рассчитываем с дня на день получить какое-то решение. Если мы делаем корректировку, у нас появляется основание активно продвигать, увеличить объем работ. Мы видим, что конструктив и самое основное – это сделано. Сейчас переходит к инженерке. Электрика, например, состав инженерной, она практически на 90% выполнена. Коммуникации какие-то уже проведены, сделаны. То есть это позволит ускорить. Мы все настроены на это. Вопрос о сроках сдачи объекта в эксплуатацию поднимался на совещании в Министерстве образования Нижнего Новгорода. Задачи, которые ставит министерство и губернатор, остаются прежними. К Новому году строительный объект должен быть готов, рассказал Алексей Сафонов. Сейчас на площадке порядка 25-30 человек. Они трудятся по будням с 8 до 17.00. В выходные дни работы практически нет. Сейчас ведутся работы демонтаж башен и хронов. Соответственно, внутри школы мы сейчас, я думаю, зайдем. Выполнена, во-первых, полная шукатурка, электрика. Работы будут вестись по завершению кровли на блок секции С. Ну и какие-то отделочные работы. Подрядчик столкнулся с еще одной глобальной проблемой – резким подорожанием материалов. В результате возникли сложности с закупкой цемента, металла, дерева. Вопрос с благоустройством территории пока остается открытым. Стадион исключили из смертной документации, чтобы закончить конструктив здания. Если бы мы, скажем так, не изыскали бы эти средства, то есть школа бы сейчас была бы недостроена еще вообще. То есть наша задача – закрыть контур, чтобы полностью можно было вести отделочные работы, и даже если проектные решения, они будут затягиваться, чтобы можно было зимой спокойно внутри работать. После завершения строительства необходимо порядка полутора-двух месяцев для получения всех документов по ведению образовательной деятельности. Лицензию получат после заключения СС, которая позволит убедиться в том, что объект соответствует всем санитарным нормам. Саровский физико-технический институт, филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, вошел в премьер-лигу в числе 24 лучших вузов страны. Данные опубликовали в рейтинге мониторинга эффективности вузов 2020. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В МФЦ можно будет оформлять электронные дубликаты отдельных бумажных документов. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Список документов утвердит правительство. Сотрудник МФЦ по требованию клиента отсканирует документ, заверит электронной цифровой подписью и вернет владельцу. Электронная версия в дальнейшем появится в личном кабинете на портале госуслуг. При последующих обращениях в МФЦ или органы власти предоставлять оригинал больше не потребуется. Президент России отменил указ, который запрещал полеты на египетские курорты. Полеты приостановили в ноябре 2015 года после катастрофы российского самолета в воздухе над Синайским полуостровом. Прямые рейсы в Египет могут отправиться через три недели, сообщили представители туроператоров. Россияне, которые вакцинировали спутник ВИ, смогут въехать в страну без ПЦР-тестов через 14 дней после введения второго компонента препарата. Все остальные должны предоставить результаты теста ПЦР, сделанного в течение 72 часов до въезда. Сдать тест на коронавирус можно и в египетских аэропортах после прилета. Лишь 0,7% от общего количества привитых в России заразились коронавирусом после вакцинации. Такие цифры назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, люди болеют после полного комплекса прививок. Вакцинация не гарантирует стопроцентной защиты от заражения коронавирусом, однако позволяет перенести заболевание в более легкой форме. Что касается повторных случаев заражения коронавирусом, то они, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, единичные не превышают 1% от общего количества заражений. В настоящее время в России зарегистрированы препараты «Спутник ВИКОВИВАК», «ЭПИВАКОРОНА», «Спутник ЛАЙТ». Минздрав запросил дополнительные данные для выдачи разрешения на клинические исследования новой вакцины против COVID-19 «БЕТОВАКСКОВ-2», которую разработали в Институте стволовых клеток человека. Препарат прошел доклинические испытания и показал безопасность и эффективность. У животных после его введения сформировались высокие титры нейтрализующих антител против коронавируса. Теперь предстоит следующий этап испытаний с участием здоровых добровольцев. Какой у вас рецепт семейного счастья? С таким вопросом к саровчанам обратились представители клуба «Молодой семьи. Семья» Молодежного центра. Каждый участник акции получил сувенир-магнитик, символик и Дня любви, семьи и верности. Подробности в следующем репортаже. Татьяна Шарова – активный участник клуба «Семья». 8 июля она считает значимым праздником и называет его отечественным аналогом Дня Святого Валентина. На улице города вместе с другими участниками клуба она вышла, чтобы спросить у горожан, какие рецепты семейного счастья они знают, а также поделилась своим секретом крепких отношений. Рецепт семейного счастья. Может быть, он есть, а может быть, его нет. По мне все просто. Это забота, внимание, взаимопомощь и взаимовыручка. В моей семье нашему браку с мужем в этом году исполнилось 16 лет. Поэтому есть какие-то, наверное, секреты. Помощь, опора наша. Мы друг другу во всем помогаем и поддерживаем. Вот весь секрет. Каждый участник этой акции получил небольшой подарок – магнит с символикой праздника. Одни охотно перечисляли ингредиенты и пропорции заветного рецепта. Другие, наоборот, решили их никому не раскрывать. Не все любят сниматься, не все любят какую-то публичность. Вот мы не первый раз проводим акции. И очень часто бывает так, что люди вот… Вот давайте я вам сейчас вот отвечу, только вы меня не снимайте. Ну, нам, в принципе, не столь важно, вот захотят ли они сняться. Хотя по итогу мы хотели бы выпустить все-таки видеоролик с таким названием «Рецепт семейного счастья». Традиционно в этот день подводят итоги фотоконкурса «Радость отцовства». На суд жюри представили более 70 работ, которые опубликовали в группе молодежного центра в соцсетях. Там же можно узнать имена победителей. Большая радость для волонтеров. Общественная организация «Зато верный друг» получила президентский грант в размере 1 миллиона рублей. Деньги пойдут на закупку нового оборудования для нужды животных городского приемника, которому добровольцы помогают уже много лет. Подробности далее. В этом году на конкурс президентских грантов подали рекордное количество заявок – более 12 тысяч. В числе тех, кто прошел жесткий отбор, общественная организация «Сарова», известная многим любителям животных, «Зато верный друг». Она объединяет волонтеров, которые уже много лет помогают приемнику, где содержат безнадзорных собак и кошек. Конкурс подобного уровня первый для добровольцев. Этот грант, он целевой, он пойдет на закупку оборудования для выхаживания животных. Будет закуплено три больших модуля с клетками разного размера. Маленькие клетки, побольше, совсем большие клетки. Там будет установлена камера оксигенации для выхаживания больных животных и обогреватели, которые будут равномерно прогревать всю клетку. В подобном оборудовании приемник нуждался давно. Поступает очень много котят, зачастую совсем маленьких, которые без нужных условий просто не выживут. Мы теряли много котят из-за того, что невозможно было осуществить полноценный уход за ними. Вот эти вот все клеточки, вот эти вот обшарпанные, это все не то. Тем более, что в этих деревянных полах там может и инфекция оставаться, они могут заражаться от тех животных, которые раньше в этой клетке сидели. Волонтеры надеются, что модулей хватит. В течение нескольких месяцев оборудование закупят. Ситуация вокруг приемника неоднозначна. Его передают к Столбскому госсветуправлению. Волонтеры ведут переговоры с новым собственником об аренде помещения приемника и размещении модулей там. Кроме того, часть средств гранта пойдет на новый фотопроект. Зато верный друг – перезагрузка. Два года назад волонтеры уже притворили в жизнь эту идею и выпустили календари с фотографиями известных людей города в обнимку с пушистыми обитателями приемника. Тогда дом нашли несколько десятков собак и кошек. В Пензе прошли соревнования на кубок по практической стрельбе с пневматического пистолета по международным правилам «Стилл Челлендж». Саровские спортсмены Дмитрий Нагорный и Герман Харитонов заняли первое и второе место в категории юниора. Подробности далее. Попасть из ружья в небольшую мишень с нескольких метров быстрее соперников. Такая задача стояла перед саровскими спортсменами на соревнованиях по практической стрельбе. Состязания проводились по международным правилам «Стилл Челлендж». По словам спортсменов, о формате подобных соревнований они знали лишь в теории, и организаторы помогали им в прохождении этапов. Особенности этого формата, что стрельба ведется только по металлическим мишеням. Пять мишеней идет в стандарте в каждом упражнении. Пять попыток у каждого спортсмена. Одна попытка худшая не идет в зачет, остальные четыре попытки идут в зачет. Шесть упражнений. Соответственно, самое короткое время выполнения упражнения каждого учитывается. Дмитрий Нагорный занимается практической стрельбой два года. По словам спортсмена, его всегда привлекала оружейная тематика. И когда он узнал о специальной секции, то сразу же пришел и записался. Дмитрию нравится совершенствовать свои навыки. Он уверен, самый важный элемент, на который нужно делать упор – тактика. Если ты не выберешь правильную тактику, ты можешь просто проиграть по скорости. Можно медленно целиться, но быстро бегать, если правильная тактика. У Германа Харитонова много увлечений. Сначала юноша увлекся рукопашным боем, потом лазертагом, а позднее его заинтересовала практическая стрельба. В секции Герман занимается уже полтора года и считает, что во время тренировок и соревнований важно сохранять спокойствие. Главное, чтобы не было никаких отрицательных эмоций. Главное – не волноваться. Это все может плохо сказаться на общем результате соревнований. Волнение, руки трясутся, и все плохо. Сейчас спортсмены готовятся к всероссийскому турниру по практической стрельбе, которая пройдет в городе Дубне с 16 по 18 июля. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Евгений Зыбин. Служба новостей Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин